ДИСКЛЕЙМЕР 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 Здравствуйте! Сегодня начну с очевидного. Шестая GTA выходит на консолях уже в следующем году. Но стоит ли ждать версию для ПК? Да! Тейк-ту на это ответил жирным и в то же время грациозным намёком. Мол, все анонсы будут сделаны в нужное время. А понимаете, как хотите. А я пока перейду к другим новостям. Сегодня выпуск. Что показали на Summer Game Fest? Кто виноват в проблемах Kingdom Come 2? И что там с ремейком Принца Персии? Но сначала, а важно. Игр много, а Steam 1. И пора бы его раскачать. Моментально пополнить баланс поможет сервис Car2UpStore. Работает с российскими, казахстанскими и белорусскими аккаунтами. Да что там. Под колпаком все страны СНГ. Всё, что нужно, это ввести свой логин и выбрать сумму пополнения. Средства поступят на счёт почти сразу. При этом комиссия у Car2UpStore одна из самых маленьких на рынке. Работу сервиса можно оценить по отзывам на сайте. Причём они тут от реальных людей, без накруток. Оперативная поддержка пользователей всегда на связи. Кстати, на сайте можно прикупить и подарочные карты Apple. И все они исключительно официальные. Словом, безопасно, выгодно, а с постоянно действующими промокодами ещё и приятно. Оставили один в описании. Забирайте, пополняйте, играйте. Открыл сезон летних презентаций Summer Game Fest. Показали и всякое. Horizon, например, превратился в Lego и выйдет в таком виде уже в конце года. Причём не только на пятой плойке и ПК, но и на свиче. Следом подогнали проект по весоме, седьмую цивилизацию. К сожалению, подробностями не порадовали, но обещали исправиться в августе. Ну а затем пошёл каскад трейлеров. Роликами отстрелялись разработчики Monster Hunter Wilds, Star Wars Outlaws, сиквела Kingdom Come, новые Delta Force и много кто ещё. В том числе и создатели Black Myth Wukong. Причём в его списке платформ куда-то пропали консоли Xbox. Удалось увидеть и первые кадры из игры от создателя Silent Hill'а Йетиро Тойямы, напомню, называется Slither Head. Выйти должна уже 8 ноября. Кроме того, было объявлено, что шутер Valorant доберётся до консоли. Ну а первое DLC для сиквела Alan Wake'а выпустили сразу после презентации. А вот четвёртый Dragon Age на мероприятии так и не показали. Но есть и хорошая новость. Его презентация состоится сегодня, в 6 часов вечера по Москве. Обещают порадовать геймплеем. Также стало известно, что у проекта сменился под заголовок. Раньше было Dread Wolf, теперь стало Wailgar, то есть Страж Завесы. Это такой барьер между реальным миром и миром тени. Данную завесу мы, видимо, и будем защищать. А помогут нам в этом 7 компаньонов. Правда, на вылазке разрешат брать только двух. Прямо как в Мастер-Пет. А помогут мне в этом стерва. Старая пизда и стерва. Разработчики дополнения для Elden Ring размахнулись не на шутку. Изначально предполагалось, что размер новой локации будет сопоставим с Лим Грейвом. Но теперь выясняется, что японцы поскромничали. И более того, сделали это специально, чтобы удивить игроков. На самом деле, заготовленная для Shadow of the Air 3 территория больше любого другого региона Elden Ring. Ну а путешествовать по ней будет крайне непросто. Потому как она испещрена каньонами и обрывами. Словом, отправляясь в путь, придется сперва крепко подумать, как лучше добраться из точки А в точку Б. Те же, кто попробует идти на пролом, рискуют себе что-нибудь проломить. В общем, масса острых, колющих, режущих и дробящих ощущений гарантирована. А вот масштаб сиквела Kingdom Come Deliverance, наоборот, пришлось урезать. И все из-за консолей. Точнее, из-за Xbox серии S. У нее всего 10 гигов оперативки, что лишь на 25% больше, чем у прошлого поколения приставок. А потому и огромный мир, каким его изначально задумывали чехи, в эту коробку запихнуть не удалось. И он в итоге будет всего на те же 25% больше, чем в первой части. Смиритесь. Зато русские субтитры в игру все-таки добавят. И на том спасибо. Ну а пока создатели Kingdom Come сетуют на консоли, разработчики Little Nightmares 3 пожаловались издателю на нехватку времени. И в итоге релиз этой игры перенесли на 2025 год. Какая неприятность. На тайваньской выставке Computex показали, до чего техника дошла. А дошла она до того, что нейросети начали уже встраивать в чипы видеокарт. Провернула подобный фокус компания NVIDIA. И получился у нее на выходе обучаемый искусственный интеллект, который помогает с прохождением игр. Ну там, какое оружие выбрать на старте, какие навыки прокачивать в первую очередь и все такое прочее. Назвали этого советчика G-Assist. Пока, правда, не очень понятно, когда видеокарты с этим умником поступят в продажу. И до чего он в итоге сможет доучиться. А если он выйдет из-под контроля? Дмитрий Анатольевич, что? Известный мастер новостного шпионажа Том Хендерсон выдал инсайд об инсайде. Рассказал об одном из каналов, утечек информации. И расположен этот канал, вы не поверите, в Ютьюбе. Дело в том, что игровые компании заливают свое видео сильно заранее, чтобы потом в спешке очередной конференции не словить какой-нибудь ненужный форс-мажор. Но проблема в том, что посмотреть неопубликованные ролики могут и сотрудники Ютьюба, которые потом и сливают ценную инфу. Гугл, конечно, регулярно карает виновных, но решить проблему с утечками пока не удается. Надо заткнуть утечку. Все. Я инженер от Бога. Студия Лориан начала тестировать седьмой патч для Baldur's Gate 3. И это будет довольно важный патч, потому что он наконец-то добавит в игру инструментарий для разработки модов. Выйти это обновление должно только в сентябре. Сперва для ПК, а потом и для консоли. Причем на приставках можно будет устанавливать столько тех модификаций, которые попадут в специальный раздел внутриигрового браузера. А обнаженки, как понимаете, туда путь заказов. Впрочем, с ней в игре и так проблем нет. Netflix объявил, что выпустит анимационный сериал про Лару Крофт уже 10 октября. Сюжет там закрутится сразу после событий последней игровой трилогии. Озвучивает расхитительницу гробниц Хейли Этвелл. Она же Пегги Картер из «Мстителей». Также стало известно, что на 25 октября Amazon запланировал премьеру сериала по мотивам якудзы. А вот еще интересное. Пошли разговоры, что звезда Сёгуна Хироюки Санада может сыграть в экранизации «Голстов Цусима». Правда, на какую роль метит актер, пока непонятно. Ремейк «Сенс оф Тайм» похоже накрепко увяз в зыбучих песках проблем. На днях Ubisoft подтянула к этому проекту еще одну студию. Из Торонто. Изначально игру разрабатывало индийское подразделение. Но потом ее передали в Монреаль. Видимо, они справляются уже и там. Но проблемами нынче никого не удивишь. Они, вон, даже у «Чудо-женщины» имеются. Речь об игре, которую анонсировали еще в 2021 году. Говорят, там все настолько серьезно, что в ближайшее время ни «Чудо», ни «Женщины» ждать не приходится. Ха! Женщины и их проблемки. Кстати, о женщинах с проблемами. Надо позвонить в стрип-губ насчет мальчишника. Тем временем фанаты Team Fortress 2 отчаянно борются с ботами. Так-то боролись они с ними и ранее, но теперь именно что отчаянно. Во-первых, заготовили онлайн-петицию, которую уже подписало более четверти миллиона человек. Во-вторых, начали бомбить страницу игры в Стиме отрицательными отзывами. И успешно обвалили ее рейтинг. Третьих стали выводить в топ хэштег «FixTF2». То есть «Почините Team Fortress 2». Ждем реакции от компании Valve и продолжаем наблюдать за ожесточенным противостоянием. Но и под конец немного дичи. Малоизвестная американская компания Panic занимается производством столь же малоизвестной консоли Playdate. И вот в марте эту организацию грабанули. Увели груз-приставок общей стоимостью в 400 тысяч долларов. Поиск воров успехом не увенчался. Зато недавно все украденные консоли были обнаружены в целости возле какого-то ресторана. Похоже, даже преступники не смогли найти покупателей на это добро. Ты сообщил об этом? Нет. Почему? Забавно, но они тратят меньше денег, чем ты. Так что я даже немного закан... Ну вот и все на сегодня. Мое уважение к тем, кто подписался на наш Boost. Само собой, не забывайте заходить в нашу ламповую группу ВКонтакте и раскачивайте телегу. Увидимся через неделю. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!